Друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на канале На Пару. В связи с последними событиями, шоппинг на территории России очень сильно изменился. Алина даже начинается ломка. Она раньше смотрела магазины и смотрела онлайн. Теперь может только делать в онлайне, и то с ценами непонятно. Скажу вам честно, она даже собирается лететь в другую страну, тупо что пошопиться. То есть не отдохнуть, не что-то посмотреть, а пошопиться. Я как бы этого не понимаю, но одновременно понимаю. Просто у меня сформировались определенные привычки. Знаете, как собака Павлова привыкла, все время есть в одно время. Такие я покупаю, и иногда не хватает некоторых вещей, потому что очень многие бренды ушли. Но многие остались, и цены на них очень сильно изменились. При этом параллельно с этим в мире есть интересные предметы, которые стоят неадекватно много, или наоборот неадекватно мало. И сегодня каждый из нас составил список из номинований, и другой член команды должен угадать стоимость, хотя бы примерно. Проверим, у кого лучшая экономическая финансовая чуйка. Ну я жесткие приготовил. А я тоже, что твои жесткие. Ну а вы попробуйте вместе с нами угадывать в комментариях, проверьте себя тоже. Ну а если вы наберете 10 тысяч луксов, то вот этот потрясающий пес будет управлять именно 24 часа. Если честно, мне кажется, она нами всегда управляет. Да, есть такое, но здесь она будет прям решать нашу судьбу, поняла я ее? И первая вещь, возможно, для тебя неожиданная, хотя с другой стороны... Это шмотка. Это кальян. Кальян. Ага. Угадай стоимость кальян. Альфа Хука, Model S Dark Blue. Я не люблю Альфа Хуку, сразу говорю. Я думаю, он стоит порядка... Он же не с золотом? Нет, не с золотом. Ну я думаю, 1016. 12 900. Ну вот это близко или нет? Ну слушай, пропорционально этой цены, это, наверное, близко. Я думаю, честно будет, если плюс-минус 15-20% ты угадал в стоимости. То есть я не угадал. Если было бы от 14 до 18 плюс-минус, то нормально. Но... Близко. Недалеко было. Близко. А какой тебе нравится, давайте, как эксперт, поделись. Который забьешь мне ты после съемок. Нет, это бренд самого кальяна. Мне за это не платили. Какая твоя душа продажная. Кстати, пока не забыла, вы помните про наших друзей OneX? У них самые высокие кэфы, пополнение без комиссий и моментальные выплаты. Переходите в закрепленный комментарий, а эта промо дает бонус до 100 долларов. Удачи. Хорошо. Начнем с чего-нибудь лайтового. Это квартира в Краснодаре. В пределах города, но не в центре. 46 квадратных метров объявления Совета. Вообще, цены на недвижимость очень возросли. У меня тоже есть квартира, кстати, в Краснодаре. Да, вот это. В подборке. Так, 46 метров квадратных. Я думаю, что где-то с ремонтом. Да. Да, ну минималистично. Таким икеевским. Это моя однушка, которую я хотела купить. Я думаю, где-то 7,5 миллионов. 5500. Блин, я сначала думала 5, но думаю, наверное, мало для нее будет. Где-то 100 миллиардов. Что? Да они явно ошиблись. Ну, не важно. Это стоимость с Авито. Я сначала не поняла. Я зашел на Авито, просортировал по стоимости квартиры в Краснодаре. Это было на первом месте. Мне даже интересно, что пишут ему. Типа, не офигел ли? Не, ну... Может, от белорусских каких-то рублей. Возможно. Это забавно. It's a prank, bro. Ну, слушай, все люди долго живут вместе. У них и мысли сходятся. Я тоже подобрала квартиру. Такая же планировка, как у нас. Угадай стоимость. Вот мы купили год полтора-потрангаз. 16. Не близко. Больше? 22.600. Это от застройщика, да? Да. Это официально на сайте продает именно застройщик. Слушай, как я инвестировал-то хорошо. Просто мы купили квартиру полтора года назад. Два раза дешевле, блин. Да, полтора раза. Вы понимаете? За всего год прошел чуть больше. Кто знал? Я знал. Ты как инвестер просто. Я поэтому говорил, что надо покупать. Все такие, ну, копи еще. Нет, я пошел и купил. А представляешь, что если бы мы не купили квартиру и продолжали копить на квартиру в Москве, она же везде подорожала, а только в Краснодаре. Бездомными были бы еще очень долго. Мне жаль всех, кто не купил. А сейчас еще процент по ипотеке вырос. Хорошо, что вам большинству еще лет 14-16, вам о ипотеке рано задумываться. Поэтому давай задумаемся над тем, чем задумываться могут мои подписчики. Сколько сегодня? Я взял статистику с сайта одного из блогеров популярных. Стоит миллион монет на Xbox и FIFA. Ну, вот миллион монет. Ты знаешь, что там Роналду стоит там 6, да, грубо говоря. Сколько миллионов? Я даже вообще не могу понять. Ну, то есть приблизительно это 5 тысяч, 50 или 500. Миллион монет. Так, FIFA Point это другое. Да. Так, есть 12 тысяч FIFA Point стоили раньше 7 тысяч. Около того. Ну, это FIFA Point, а при чем здесь монета? А, ну, никогда не должно... Нет, а 12 тысяч FIFA Point, а сколько это монет, нет? Так, тогда я просто тыкну пальцем вот так в небо. И это будет 32 тысячи 300. В общем, 300. А потому что я захотела. Десятка. Десят тысяч всего? Да, это с сайта нашего друга. Это немного. Нет, немного. То есть, Роналду стоит 6 миллионов. Ну, не самая его лучшая карточка, да. 60 тысяч получается. Самая лучшая карточка 9 стоит. Учитывая, что через полтора месяца все обнулится. Да, у вас есть лишние 100 тысяч на Роналду, которые через там 2 месяца, 3 станет никому не нужным. И опять копить. Это, к слову, апотека. Тут можно еще больше на сумму попасть. Я думаю, ты знаешь, что я хотела себе купить машину. Что ты только себе не хотела купить? Нет, ну, были у меня мысли. Я хотела BMW X4. Но ее купить сейчас невозможно. И есть очень отличный аналог. Это машина. Китайца. Идентичного кузова. Хаваль. Хавали-навали. Выглядит он так же, как... Но мне нравится. BMW X4. Очень похож. Но стоит он, конечно... 4 миллиона. Дешевле. 4 миллиона. От 4 миллиона. Ну, я просто сказал 4 миллиона. Плюс-минус 400 тысяч получается. Ну, далеко нет. Всего 2 600. Ты сейчас намекаешь, что ли? Ну, вот у тебя есть доллары. Иди меняй по курсу 40 рублей и 50 копеек. Вообще, на самом деле, очень интересная история в связи с тем, что многие производители марок автомобилей ушли. То есть, осталось мало что. И самое важное... Что? Я русский? Я имею в виду, что на рынке не так много автомобилей. И самое важное обслуживание, чтобы потом можно было купить запчасти. Поэтому сейчас только китайцы, японцы, корейцы. Да, а не ждать параллельного импорта. Поэтому, мне кажется, хороший вариант. Да. Да. Кстати, вдруг у кого-то есть хаваль. Хавали, хаваин, я не знаю, как правильно читается. Напишите, как он вам стоит вообще покупать или нет. Мне кажется, у многих есть предрассудки по этому поводу. Я вообще машину себе не хочу. Блин, потому что вот ты уже не можешь себе ламбу купить. Понимаешь, они ушли вот. Я чуть-чуть не успел. Да, ты мог бы на ламбе заехать по Краснодару. Да. Кстати, я видела здесь ламбы. Я тоже. Интересно, чем занимаются люди. А, не моя. Ты хочешь сейчас более что-то приземленное или нет? Ну, полегче, чем фифа-поинты, потому что я вообще не понимаю. Хорошо. Самое легкое на сегодня. Дальше просто жесть. Ты нам вообще даже примерно не угадаешь. Сумка Гуччи. Ты стопудов все цены наизусть знаешь. Я просто выбрал самую, даже не могу без мата сказать, ужас. Очень странно выглядит. Как будто два кошелька сшили. Очень странно, в форме сердечка. Я думаю, стоит 70 тысяч. 75. Это будет 175, да? 118. Блин. Не дотянуло чуть-чуть. Не могу. Мы пока что никто не угадал точно. Вообще, вообще как-то нет. Странно. Мне кажется, они такие маленькие, у них стоят вот поменьше. За нее 118 тысяч, это... Видимо, какая-то лимитированная коллекция. Это какой-то overprice. Overprice. А следующий вопрос будет интересненький. Потому что эта сумка, которая есть у меня, мы ее покупали... Я ее покупал. Мы, я присутствовала, помогала. Мы ее покупали. Мы ее покупали 2,5 года назад за 80 тысяч, по-моему. 86. Сразу видно, кто оплачивал. Угадай, сколько она стоит сейчас. У меня тогда дебит с кредитом не сошелся в этот тот месяц. Сейчас... Ну, это прям точно такая же. Идентичный размер, форма. Такая же сумка. 140. 40 тысяч. Да. Ну, скажи, что я близко. Тиферка 1 там есть. 120. Больше? Да. 160? Больше. 180. 179. Просто в два раза, тупо, знаешь, чтобы не думать. Они... 179 это ровно в два раза прям. Они такие... А, пофигу. Да. Есть такая фраза иногда, что сумки это инвестиции. Судя по всему, да. Я могу перепродать сейчас за 150 спокойно. Хотя покупали за 86. Ты в ней собаку уже носила. А кто знает. А может быть за это смогут доплатить, типа. А вы видите нашу собаку? Вообще-то. Все предлагают потрогать ее. Надо деньги брать уже. Чтобы немножко тебе дать представление, это карточка покемонов. О, Господи. Здесь... Это же вообще... Максим не рассказывал, что вот Логан Пол скупает эти карточки. В общем, с таких карточек было произведено всего 20. В награждение любителям художникам на турнире, типа, прессованием. О, Господи. Так. И только две из них в мире за всю историю получили оценку по качеству. Ну, знаешь, там, типа, есть оценочное агентство. Десятка. То есть, она... Их 20 штук, и она в идеальном состоянии. На ней никаких царапин нет. Она в кейсе. Сколько она стоила? Если вы думаете, что покупка сумки за 180 тысяч это глупо, я думаю, эта карточка стоила миллионы, там, долларов или что-то около этого. И вот этого я уж точно не понимаю, потому что сумку ты хотя бы можешь купить. Ну, а подожди, почему картину покупают, дорогую? Она просто коллекционная методика. Там хотя бы творчество какого-то художника. Хорошо, почему такая же копия такой картины стоит дешевле? Потому что у вещи должна быть история. Грубо говоря, если найдут сегодня пистолет, которому, там, Пушкин стрелял, он будет дороже стоить, чем просто пистолет такой же. История важна. И у этой карточки есть история. Это просто карточка Макемона, она же маленькая. А пистолеты Пушкина ты тоже вряд ли будешь пользоваться. Так, по-моему, самый дорогой, который вот купил Логан Пол, там пару миллионов было долларов. Может быть. Это, если бы 20 штук, пускай будет миллион двести. Валюта. Доллары. Пять двести пятьдесят. Я же сказала пять миллионов. Я же сказала. Это она все-таки. Это она. Я просто не знаю, как они выглядят. Карточка Покемона. Мне понравилось то, что Логан Пол на матч по рестлингу вышел с ней на шею. Типа как, знаешь, цепи рэпер одевает. Он надел ее. Купец просто. Мне кажется, у него дома рэпера, они такие дорогие цепи. И у нее даже дали награду Гиннеса, как самая дорогая коллекционная карточка. Это, конечно, награда Гиннеса, как самая тупая поступка и покупка в мире. Но ты прикинь, вот внукам, там, они передают ювелирку, дома, а он карточку Покемонов. И, возможно, это даже будет лучшая инвестиция, учитывая, там, некоторые обстоятельства. Но здесь он ее застраховал и хотя бы как-то сделал, вот, чтобы она не сгорела, там, ну, чтобы... Алин, ему ее привозили в отель в Дубае с охраны в десять человек, в кейсе и в чемодане. Скажут, это моей бабушке, она просто скажет, что? Но следующее ты будешь не готов. Ты это ешь каждое утро. Я в магазин не хожу. Упаковка яиц. Сколько стоит сейчас? А сколько там штук? В упаковке, Максим, по десять штук обычно. Я просто слышал, что раньше было десятком, потом, типа, чтобы не менять цену, но... Что девятку? Да, девятку. А дырку куда еще одну? Ну, по центру просто ставить больше пространства. Ну, смотри, десять яиц. Восемьдесят рублей. Сто десять. Я хотел сказать сто. Ну, я понимаю, что, во-первых, есть разные бренды. Наверняка есть и подешевле. Просто у нас эти стоят в холодильнике. Я же их не покупаю. Может, пора начать? Я все в деливере. Максим, будь ближе к народу. Ты зажрался. Надо узнать, сколько яйца стоят, сколько молок, сколько проезд стоит. Ты знаешь, в Краснодаре? Я на трамвае ездил. И сколько стоил? Давай. Рублей сорок. Рыцать пять, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, я примерно знаю, да. Просто в Москве уже там дошел. В Москве года два не ездил, наверное. Потому что я там и не живу. Ну, общественно, мне кажется, дальше метро ты никуда уже никогда не ездил. На автобусах, тем более. Вообще, напишите в комментах, кто из нас лучше справляется. Потому что пока что, мне кажется, я тащу. Нет, мне кажется. Мне кажется, ты и я просто пальцем в небо втыкаем. Как раз тыканье пальцем в небо. Сейчас будет стоимость одной вещи, которую, если честно, в нынешней ситуации, мне кажется, вообще невозможно оценивать. Ну, типа, ну, вот сейчас ты поймешь, какая на сегодняшний день, а мы снимаем это... 20 июля. Стоимость акции Газпрома. Если бы я до этого хотя бы знала, сколько стоит акции Газпрома. Я могу тебе сказать, с февраля она обвалилась на 32%. За сегодня она обвалилась на процент. Напишите завтра, сколько она обвалится. Так, акция Газпрома. Ну, их очень много. Да. Акции там вообще сотни тысяч, там, десятки. То есть они стоят какие-то копейки, ну, условия. Ну, да, да, да. То есть это небольшая цена, то есть там около рубля с копеек, ну, там, два рубля, там, ну, что-то такое, я думаю. Газпром, одна из самых наших достояния. Да. Поэтому, в принципе, должно быть много. Тем более сейчас Газпроблемы с ним. Пускай будет 5 рублей 30 копеек. 5 тысяч? Нет, просто 5 рублей 30 копеек. Что ты видела в нашей жизни, можно купить сейчас за 5 рублей? Нет, акции какие-то, они же, они уже ничего не стоят. Мне кажется, за 5 рублей даже акцию меня купить нельзя. Нет, нет, в больших компаниях есть, когда они дробят очень сильно, они стоят какие-то копейки. Ну, не 5 рублей, я не уверен, что есть такие суперкомпании, это типа... Нет, 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 я бы не... Газпром, 5 рублей, а что же мы тогда не акционеры? 50? На самом деле, 186. Ошиблась, мне кажется, слегка. Если бы ты сказала 5 долларов, это и то было бы ближе. Ну, смотрите, она мне уже показала машину, которая хочет, скорее всего, покажет какую-нибудь сумку, которую хочет. Она так тонко намекает мне, чтобы я так приценивался. Нет, а следующая вещь тоже интересная. Это наше... Кольцо! Нет, слава богу, оно у нас есть. Наши обручальные кольца. Сейчас на сайте ЦУМа, сколько они стоят? Я выбрала... Проблема в том, что мы их покупали не в Москве даже, мы их купили в Дубае. Да, но ты помнишь, сколько они стоили... Я не знаю, сколько они в Москве стоили даже, что это... Мы только все ждали даже. Ну, типа на тысяч 10 дороже. Да. Ну, говорят, 60. 60 оно стоило, да? Да, мое. А твое 70, это разный размер. Я по-своему равнялась. Сколько вот мое, мой размер стоит сейчас? 90. Точно? Да. 113. От 113, это вот самый маленький размер, который... А ты помнишь, сколько он в России стоил? Да, помню. В России тогда стоило... Мое кольцо в Дубае было 62, а у нас 73. 10 тысяч как разница была на таксу. Мне кажется, и все. Вот тоже. Мы покупали его... Как хорошо, что мы и эту успели купить. Видите, мы просто инвесторы, как знали. Надо было еще вкладываться в икеевских этих дельфинчиков, пакульчиков. Да, это вообще, мне кажется. Просто самое интересное, что у многих людей были акции, и они все обвалились, а здесь купили вещи, и видите, просто вложения. Потреблятство, это хорошо. Причем самое главное, что ювелирка, она не теряет так сильно стоимость свою, потому что это какие-то драгоценные металлы. Если только тебе не поможет потерять какой-то грабитель на улице. Это другой вопрос, это риски. Последние полгода я не говорил, что хочу себе что-то купить, кроме одной вещи. Что это? Монитор. Нет. Компьютер. Ну, точнее. Это видеокарта. Да. Блин, на них вообще цена прыгает, как цена Газпрома. На сегодняшний день видеокарта. Гигабайт, GeForce, RTX, 390 Ti. Вот это все может мне не говорить. Сколько стоит? Я тебе могу подсказать немножечко. Около сотки она стоит. Смотри, это третьего поколения, потому что 3000, да? У меня тысячного поколения. Ване мы когда дарили компьютер, мы дарили ему 2000-го поколения. Это уже 3000-го поколения. То есть, самое модное. Можешь посмотреть на нее, если тебе что-то скажет. Она черненькая. Ну, вот если черненькая, сразу понятно. Сразу говорю, три вентилятора, значит круто. Так, смотрите, здесь есть плюсы и минусы. Первое, что, а я знаю, что раньше не стоили около сотки. Во-вторых, на них был и так дефицит. Сейчас, мне кажется, еще больше дефицит стал на них. То есть, цена, возможно, завышенная зарядка. Давай я тебе скажу, нет. Дефицит пропал почему? Потому что сейчас санкция на Россию. Россия является дешевым энергоисточником, а добывать крипту на видеокартах нужна энергия. Крипта обвалилась. А-а-а. И карты теперь невыгодно покупать. Ну, практически невыгодно. А-а-а, вот оно что. Спасибо за подсказку. Да, потому что я сейчас представляю, ты бы стремнул вообще не туда. Да, все равно они меньше около 7 сотки будут стоить. Я думаю, 90 тысяч. Больше. Больше. 190. Меньше. 140. 150, ты с первого раза угадал. Ну, ты вот сбил меня. Сказал, что вот подешевело. Я бы так сказала 150 вначале. А-а, Алин, когда я последний раз смотрела, она 240 стоила. Да? Она подешевела. 240 это очень много. Напишите в комментариях, это очень много или нет. А вот сумка за 180, это хорошо. Да, только она может вычислительной мощности больше, чем у нас с тобой в мозгу. А твоя сумка, что она может вычислить? Только мой бюджет. По поводу твоего бюджета и что я хочу? Да я говорил же вам. Теперь приступим к тому, чего у меня нет, но я хочу. Глубо-загадочную машинку. Кроссовки. Да. 40 тысяч. 40 тысяч. Нет, давай в евро, потому что их в России не продается, можно только в евро. Я тебя слушал вообще. Мы их в Дубае примеряли. Я не знаю, евро уже меньше доллара. На сайте, я смотрела на сайте, который в Германии. Сколько у нас тут в Германии на официальном сайте Гуччи? Потому что в России нет. 799. Дешевле, это же хорошо. 699. 620 всего. Странно, что не 99. Почему 20 такого не равно? Что значит всего? У нас в Краснодаре средняя зарплата меньше. Смотри. Мы теперь сельские, мы не в Москве. Все, все. Кстати, в Краснодаре очень много дорого одетых людей. У меня, конечно, есть вопросы к подлинности этих вещей, потому что на рынке девушки с сумками в Гиркин ходят. Для тех, кто не знает, эта сумка стоит 2 миллиона минимум. Поэтому как бы вопросики. Очень бы дано вопросики, я поняла. Ходов только на море, никаких Дубай и никаких сумок. Ищи здесь садовод. Или в Москву, в Москву поедем к родителям садовод. Вот она жизнь нормальная, наконец-то. Монетизацию так и не вернули. Все хейтеры такие, наконец-то, они как люди заживут. Хотя иногда пишут в комментариях, что там ты зажался или я. Ну я, кстати, я. Походу в бассейне было, писали, что зажался. Еще раз, сарказм. Пока у нас явные проблемы, никто ничего не угадал. Спасибо. Можешь посмотреть, в целом могла, наверное, не смотреть. О, господи. Это скин в Доте, Дота 2. Я тебе сразу скажу, скин, который не дает никакого преимущества, это просто визуал. Ну, типа тряпочка. Так, хорошо. Почему в Доте, господи? Могу тебе сказать историю, чтобы ты понимала. Да, конечно, мне же очень интересная история скина в Доте. Это один из самых дорогих скинов за всю историю Дота. Его рекордная цена продаж составляет много-много долларов в США. Объясняется она тем, что данный скин был создан в результате системной ошибки. То есть, короче, когда игру создавали баг, которая давала игрокам возможность комбинировать цвета и получать розовое свечение. В дальнейшем эту функцию удалили, но предметы остались. Естественно, их было в маленьком количестве. Я думаю, это в рубрике там же где-то возле карточки покемона находится. Ну, только карточку покемона можно потрогать. Ну, NFT же, вот тут барыжат ими, я вообще не понимаю. Мне кажется, в тот же уровень. Самый дорогой скин в Доте. Ну, в КС я знаю, дорогое все. В Доте тоже дорогое? Ну, подешевле. Хотя, что я спросила? Как будто я знаю, сколько в КС что-то стоит. Сделала вид, что я умная. Но если системная ошибка, какой-то баг, то пускай будет 400 тысяч долларов. В 10 раз меньше. А, фу. 38. Всего лишь. Почему они такие мелочи? Копейки. Карточка покемона вон 5 миллионов стоит. 250, напоминаю. 5-250, это важно. Жесть какая. Причем, я тебе больше скажу, наверняка людям интересно послушать, потому что не все смотрят там Логану Полу, например. Она стоила 6 миллионов, но ему сделали скидку, смотри, прикол в чем. Ему сделали скидку за то, что он дал в обмен такую же карточку, но качеством 9. Просто скажу двумя словами. За карточку 10 качества, то есть идеальном состоянии, он отдал карточку 9. То есть за какую-то там царапинку. Он переплатил 5 миллионов. Это просто, наставался ролик сейчас, рубрика «Бесполезные покупки». И просто как можно отдать очень много денег, не знаю, что. Если вы хотите следующую часть «Бесполезных покупок», мы пойдем в гардеробную Алину с камерой. И будем вместе смотреть вещи, которые, скорее всего, вы никогда на ней не видели. Потому что бывает, что я просто сижу в комнате, она приходит, а я тут платье нашла. Как можно найти вещи, которые ты купила, чтобы носить? Не понимаю. Ой, у тебя тоже много есть кроссовок от Пумы, которые тоже в коробках стоят, ты не знаешь, где они. Я их купил, чтобы, когда у меня не будет контракта, вот, например, Пумы сейчас нет в России, у меня уже новые кроссовки стоят. А я вот так же? Да. Видишь, ты поуходил, мне запасно. На море вот поедем, тут в горы. На море в горы? Ну, не взгубаешь. В общем, я надеюсь, вам понравился ролик. Вам так же было весело, и вы угадали больше, чем мы. Мне кажется, мы с тобой оба слабое звено, ничего не угадали. Но я все равно был лучше, как всегда, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте лучшими и оставайтесь на паре веселей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok